Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талибова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный посетил делегации университета Кендай. КФУ развивает взаимодействие с научно-образовательными центрами Монголии. В Елабыке пройдет фестиваль школьных учителей. Казанский федеральный университет участвует в программах обмена студентами с различными вузами мира. Для обсуждения одной из таких программ в КФУ прибыла делегация из Японии. Подробнее в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Японского университета Кендай. Гости встретились с представителями КФУ во главе с проректором по образовательной деятельности Дмитрием Таюрским. Темой для обсуждения стал обмен студентами между двумя вузами. Обучающиеся Японского университета Кендай приедут в Казанский федеральный университет зимой. Стороны обсудили условия размещения, проживания и обучения 15 японских студентов в КФУ. Университет Кендай не единственный японский вуз, с которым происходит обмен. КФУ также имеет соглашение с университетом Каназава, университетом Саитама и университетом Цукубы. Срок стажировки студентов обычно составляет две недели. Также в программе могут принять участие преподаватели и научные сотрудники. Артем Топичкин, Александр Юдин, Универньюз. С 5 по 7 августа на базе Елабужского института Казанского федерального университета пройдет 10-й юбилейный фестиваль школьных учителей. Более подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. К началу учебного года готовятся не только ученики, но и их преподаватели. В помощь учителям Казанский федеральный университет на базе Елабужского института создал ежегодный международный фестиваль учителей. 10-й юбилейный фестиваль будет проходить с 5 по 7 августа. Ежегодно тема фестиваля меняется и формируется по запросам. Основываясь на желаниях участников, Оргкомитет составляет программу. В этом году темой фестиваля является «Школа перемен». В программе трех дней более 100 мастер-классов на выбор учителей, дискуссионные площадки, знакомство с новыми технологиями, семинары и лекции от специалистов разных стран и многое другое. Фестиваль – это возможность поделиться опытом с другими участниками, глубже изучить свою профессию и понять ее многогранность. Помимо профессиональных навыков, это личностное развитие участников и диалог разных культур. Айгуль Гемодиева, Универ Ньюз. На повестке дня КФУ стоит сотрудничество с Академией наук Монголии и Монгольским государственным университетом в рамках археологических исследований и образовательных программ в области монголоведения. Подробнее об этом смотри далее. Казанский университет развивает взаимодействие с научно-образовательными центрами Монголии. В рамках нашего сотрудничества, который тянется уже не один год, здесь, я еще раз говорю, выстроилось очень тесное взаимодействие с ведущими научными центрами, как России, так и в Монголии, образовательным учреждениям. Надо подчеркнуть и с Академией наук Монголии, а также с Институтом ЮНЕСКО. На повестке дня для КФУ стоит вопрос о создании традиций монголоведения в университете. Благодаря проведенным переговорам удалось определить все необходимые этапы совместной деятельности в области подготовки специалистов. Подготовка специалистов именно на вузовском уровне в Казанском университете – одна из приоритетных задач. Без взаимодействия с вузами и образовательными учреждениями в Монголии это представляется неполным. И, соответственно, возможность обучения и студентов, молодых специалистов в Монголии у нас, так и наших специалистов в Монголии позволяет нам выйти к решению широкого круга вопросов, связанных в целом с развитием и включением в эти процессы России по Центральной Азии и конкретно с Монголией. Следующий этап переговоров планируется провести на площадке КФУ в ноябре 2019 года. Монгольские коллеги приглашены принять участие в мероприятиях, посвященных 215-летию Казанского университета. Сейчас идет подготовка и инициирование проекта о подготовке каталога монгольских древностей, хранящихся в Казани. Несмотря на то, что восточный разряд переехал, многое было увезено в Петербург, но многое сохранилось и в последующем привозилось в Казань учеными Казани. И, соответственно, сейчас данный проект, связанный с каталогом, ее развитием, оно сохраняется. И я думаю, это будет продолжением тех традиций, которые развивались еще с XIX века в Казанском университете, в научных учреждениях Казани. Казанский федеральный университет пользуется популярностью не только у абитуриентов русскоговорящих стран, но и у других, в том числе в Англии. Лондонская школа экономики ведет активную работу с КФУ. С этого года студенты Казанского федерального имеют реальную возможность пройти дистанционное обучение у профессоров престижного английского вуза. Более подробнее смотрите далее. Казанский федеральный университет ведет активную работу с магистрскими программами, которые преподаются на английском языке. Более подробно о них рассказала директор Института управления экономики и финансов Наиля Багауддинова. Сначала нашим партнером был университет ГИССОН, сейчас количество зарубежных партнеров расширяется. Следующая программа, на которой хотелось бы остановиться, это программа ССИИ, которая осуществляется совместно с английским сообществом аудиторов и финансовых консультантов. И здесь же подключается Лондонская школа экономики. КФУ работает с Лондонской школой экономики с 2018 года. За это время появилась возможность дистанционной сдачи экзаменов с последующим обучением, что несомненно сказалось на удобстве учащихся. Мы работаем сейчас на программе бакалавриата. Набор продолжается. Это экономика, точка международный бизнес в рамках направлений менеджмент. Обучение идет полностью на английском языке. Дополнительная плата идет за... Часть экзаменов идут онлайн и ребята сдают на независимых площадках для Лондонской школы экономики. Остальные предметы сдаются в нашем университете. Взаимоотношение КФУ с лондонскими учебными учреждениями улучшается, что говорит о качественной работе всего университета. Ведь даже в Лондоне представители крупных учебных заведений высоко оценивают университетские возможности. Адели Вафин, Александр Юдин, Универньюз. В 2015 году КФУ присоединил к себе Республиканскую клиническую больницу РКБ-2. Планировалось переформатировать ее в университетскую клинику по международным стандартам с возможностями проведения клинических исследований. Но существующая в России система здравоохранения рекламентирует абсолютный приоритет оказания первичной медицинской помощи населению. Ни времени, ни ресурсов на проведение серьезных клинических исследований в существующих условиях у университетской клиники не остается. В связи с этим было принято решение создать Центр клинических исследований, отдельное подразделение в структуре университета. Четыре года назад в Казанском федеральном университете была создана университетская клиника, что дала мощный толчок к развитию клинической медицины и медицинской науки в регионе. Клиника работает с системой здравоохранения, и как в любом медицинском учреждении, врачи в первую очередь сконцентрированы на оказании медицинской помощи. Проводить научные исследования в рамках стационара практически невозможно. Существующие стандарты в системе здравоохранения не позволяют это делать. Поэтому в 2019 году были начаты работы по перепрофилированию помещений корпуса на улице Волково-18 под научно-клинический центр прецензионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. На Волково создается сейчас совершенно новый тип трансфера технологий клиника. Она будет называться прецизионной и регенеративной медицины, где будут отрабатываться все ломиксные, геномные, протеомные, кляточные технологии. То есть они будут отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, поздоговорных, а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Кроме того, центр заточен на самые передовые методы диагностики и лечения заболеваний. Для этого реконструируются палаты интенсивной терапии и реанимации. В планах расположить на этих площадях отделение малоинвазивной травматологии и инвазивной ортопедии, где будут проводиться исследования эффективности новых методов генной и клеточной терапии, применяемых при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Этот центр будет поддерживать и проводить клинические исследования, апробации разных методов диагностики и лечения заболеваний, и в первую очередь связанных с онкологией, с иммунными заболеваниями, с инфекционными заболеваниями, а также огромный блок, посвященный малоинвазивным методам в регенеративной медицине, травматология, ортопедия, гастроэнтерология и нейрореабилитация пациентов после травм спинного мозга, инсультов и других нейропатологий. Все ремонтные работы на этом объекте планируется завершить к сентябрю. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!